Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня в рамках проекта библейского портала экзегет мы приступаем к чтению 11 главы книги «Экклесиаста» или «Проповедника», которая начинается такими словами. «Отпускай хлеб твой по водам, потому что по прошествии многих дней опять найдешь его. Давай часть семи и даже восьми, потому что не знаешь, какая беда будет на земле». Понятно, что здесь проповедник не призывает бросать хлеб в реку. Это образ, который говорит о том, что нужно отдавать добро, понимая, что оно к тебе вернется. В разных культурах есть такие выражения, которые говорят о том, что нужно делать добро и бросать его в воду. И здесь он говорит, что нужно давать часть, то есть некоторую часть от своей прибыли, свою достатку семи или даже восьми. Почему семи или даже восьми? Число семь обычно обозначает некую полноту. То есть дай всем, кому можешь, как бы говорит экклесиаст, и даже больше раздай людям, потому что ты не знаешь, какая беда будет на земле. То есть ты не знаешь, что может случиться, и, может быть, ты окажешься в нужде, и чем больше будет людей, облагодетельствованных тобой, тем больше у тебя возможности получить от них свое время вспомиществования. Дальше проповедник говорит такие слова. «Когда облака будут полны, то они прольют на землю дождь. И если упадет дерево на юг или на север, то оно там и останется, куда упадет». Эти слова, знаете, они говорят о понятных, банальных вещах. В свое время у нас был один преподаватель, который время от времени говорил, ну, как бы все понятно, коровы живут траву, Волга впадает в Хосфийское море. Вот примерно то же самое сейчас говорит экклесиаст. Он говорит, ну, облака, когда наполняются водой, они прольют дождь. Дерево, если упадет, то оно будет лежать в ту сторону, в которую оно упадет. Вот поэтому он продолжает свою мысль. Кто наблюдает ветер, тому не сеять, и кто смотрит на облака, тому не жать. То есть он как бы говорит, не надо заниматься бессмысленными вещами, не надо пытаться понять, когда же облако прольет дождь. Когда наполнится, тогда прольет. Или, а в какую сторону упадет дерево? Ну, в какую упадет, в такую будет лежать, как бы говорит Соломон. Твоя задача не заниматься бессмысленными делами, а заниматься тем, что приносит тебе плод. Причем здесь говорится про жатву, то есть про реальный достаток, про прибыль. И это связано с началом главы. То есть если у тебя есть некоторый достаток, ты можешь им делиться. И, конечно, здесь говорится и про духовное приобретение, потому что очень часто в Священном Писании образ зерна, образ пшеницы – это какое-то духовное приобретение, духовное благо. Так вот, говорит Соломон так. «Как ты не узнаешь путей ветра и того, как образуются кости в очрею беременной, так не можешь знать дело Бога, который делает все. Утром сей семя твое, и вечером не давай отдыха руке твоей, потому что ты не знаешь, то или другое будет удачнее, или то и другое равно хорошо будет». Итак, о чем он здесь говорит? Как ты не знаешь, куда движется ветер, или каким образом образуются кости в очрею беременной, а во времена Соломона, ну, если мы сейчас имеем представление, то во времена Соломона было очень тяжело это представить. Поскольку ты не можешь познать до конца всего тварного мира, всей мудрости творения Божьего, говорит Соломон, занимайся теми вещами, которые тебе могут принести пользу. И не пытайся предугадать, что принесет тебе пользу больше, то, что ты посеешь утром, или то, что ты посеешь вечером. Потому что есть Господь, который делает все, и Он знает, какое дело принесет больше плода. И поэтому человеку необходимо делать все, что он должен делать, как бы понимая, что ты делаешь от себя все, что должен, и дальше уже Господь располагает так, как Он видит. То есть делай, что должен, и будь, что будет. Да, есть такая замечательная фраза. Так вот, знаете, что интересно? То, что сейчас мы уже можем представить себе пути ветра и знаем, как образуются кости в очарею матери. Но от этого мысль крестьянства не становится бесполезной. Потому что, несмотря на то, что мы узнали, как двигается ветер, большой пользы мы от этого навряд ли приобретем. От того, что мы узнали, каким образом формируется ребенок в очарею матери, ну, мало мы приобрели каких-то полезных навыков для своей вечности. И поэтому экресиаст предлагает меньше заниматься теми вещами, которые человеку приносят мало пользы, и больше обращать внимание на прибыль или материальную, которую можно поделиться с другими, или духовную, которая останется в вечности. Дальше говорит проповедник. Сладок свет и приятно для глаз видеть солнце. И если человек проживет и много лет, то пусть веселится он в продолжении всех их, и пусть помнит о днях темных, которых будет много. Все, что будет, суета. Экресиаст что говорит? Ну, приятно видеть солнце, приятно видеть свет, приятно жить в этом мире. И поэтому, если человек проживет и много лет, то пускай он веселится в продолжении всех этих лет. Естественно, читая книгу в контексте, мы помним, что экресиаст предлагает не пустое веселье, не веселье, которое человек отвлекает от вопросов вечности, а он предлагает веселье, которое находится в связи с благочестивой жизнью. То есть, если человек живет перед Богом, и Господь благоволит к делам его, тогда нужно веселиться от всего того, что не противоречит заповедям Божьим, и от того, что Господь дает в пользование. Так вот, нужно веселиться во все дни жизни и помнить о темных днях, которых будет много, но нужно помнить еще то, что все, что будет, суета. То есть, много будет трудных дней, говорит экресиаст. Поэтому радуйся, когда получается радоваться, но помни, что все эти трудные дни, они тоже пройдут. Они тоже как бы исчезнут, как пар, потому что мы говорили, что слово суета обозначает пар, обозначает то, что быстро-быстро исчезает из нашего видения. И вот эти темные дни, которые обязательно придут, они не должны в нашем сознании вызывать какую-то робость, какой-то страх, какое-то оцепенение, потому что мы должны помнить, что все тяжелые времена, они пройдут как пар, они исчезнут, и дальше уже мы не будем вспоминать о трудности этих дней. Но при этом среди трудных дней будут и дни радости. И нужно уметь не входить в такое состояние уныния и тоски, когда мы будем считать, что все вокруг плохо, жизнь такая страшная. В дни радости мы сможем радоваться, а в дни испытаний помнить о том, что все эти трудные дни, суета, и что они пройдут. Дальше говорит экресиаст очень интересную мысль. «Веселись, юноша, в юности твоей, и довкушай от сердца твоей радости во все дни юности твоей, и ходи по путям сердца твоего и по видению очей твоих. Только знай, что за все это Бог приведет тебя на суд». Очень интересные слова. То есть, экресиаст как бы говорит, то, что хочется, делай, куда глаза глядят, туда ходи, только помни, что Господь потом с тебя за это спросит. Очень спокойный, взвешенный и мудрый подход, который предлагает Соломон, он сам, ну, видно, сам не сильно переживает по поводу того, что юноша в юности сотворит какую-то глупость и не пытается ограничить. Скорее всего, здесь, когда он говорит про юношу, он подразумевает и собственных детей, да, то есть не пытается ограничить собственных детей и предостречить их от всех ошибок. Поэтому он говорит, ну, то, что тебе хочется, делай, но помни про Бога. То, что в конце концов нужно будет, Богу сказать, что я этим вот занимался, вот, и дать ответ, да, потому что Господь видит жизнь человека и он тоже прекрасно понимает, что есть юность, есть какие-то глупые поступки. Поэтому в юности не нужно бояться ошибиться, но нужно бояться делать зло, когда ты понимаешь, что это зло и неправильно. И вот когда мы видим здесь этот совет Соломона, который обращен к юноше, нам можно задуматься о том, как мы относимся к тем, кто от нас зависит, в первую очередь к детям, когда пытаемся их полностью ограничить от каких-то ошибок, когда пытаемся держать их под чрезмерным контролем. Не стоит ли лучше дать ребенку возможность заниматься тем, чем он хочет, и напоминать ему не о том, что он должен делать так, или делать по-другому, или не делать так, и не говорить ему, что в наше время вообще все было лучше, и дети были лучше, и трава зеленее, и вообще мы занимались другими делами, а позволить юноше заниматься тем, к чему влечет его сердце, но стараться напомнить ему только одно, что ты можешь сделать то, что хочешь, то, что тебе нравится. Помни только, что в конце концов придется донести ответ перед Богом. И если у юноши, у подростка, у юноши в сознании будет эта мысль о том, что плохо то, за что мне стыдно перед Богом, тогда он сможет прожить насыщенную молодость и не будет сожалеть о том, что родители его ущемляли в чем-то, с одной стороны, а с другой стороны сможет вырасти порядочным и благочестивым человеком. И заканчивается эта глава такими словами, «И удаляй печаль от сердца твоего», обращается и крестья снова к юноше, «И уклоняй злое от тела твоего, потому что детство и юность суета». О чем здесь говорит Экклесиаст? «Удаляй печаль от сердца». Очень интересная рекомендация юному человеку не унывать и уклонять злое от тела твоего. Что значит «уклонять злое от тела»? То есть, несмотря на то, что Экклесиаст предлагает юноше следовать по зову своего сердца, есть три вещи, которые он рекомендует все-таки помнить о том, что придется давать ответ перед Богом, о том, что не нужно печалиться, потому что вся жизнь впереди, как известно, и удалять злое от тела. Что значит «злое от тела»? Из послания апостола Павла мы знаем, что все грехи – это грехи перед Богом, и есть один грех, который человек делает не только против Бога, но и против собственного тела – это блуд. Поэтому здесь Экклесиаст просит удаляться от блуда. Потому что если юноша будет удаляться от блуда, будет удаляться от уныния, потому что подростковый возраст, юношеский возраст – это все-таки тоже такое время, когда бывают всякие мысли, уныние, даже некоторые суицидальные. И помнить, что Господь, в конце концов, будет интересоваться, чем я там в жизни занимался. Вот если эти три вещи в голове есть, то жизнь юноши будет нормальной, хорошей, и из него вырастет порядочный человек. Это очень правильный житейский совет, которым можно пользоваться. И много тысяч лет прошло, а основные законы жизни не поменялись. И вот этими древними советами Соломона можно пользоваться и сейчас. И в конце концов, обращаясь к юноше, Экклесиаст напоминает, что детство – юность – суета. То есть очень быстро пройдет, закончится. Поэтому нужно уметь быть юношей в юности, ребенком в детстве. Помню только необходимые самые ограничения, которые будут удалять от зла, будут удалять от ненужных травм и сохранять человека в необходимом целомудрии. Вот на этом заканчивается 11 глава. На этих очень интересных житейских советах она небольшая, очень прозрачная, такая легкая по своему содержанию, но очень практически применимая. Здесь мы услышали и о необходимости делиться добром, и о необходимости сосредотачивать свое внимание на делах важных, не занимаясь бессмысленными вещами. То есть слышали о том, что не нужно пытаться наблюдать шествие ветра. Здесь мы услышали и о том, что нужно уметь веселиться в дни веселья и помнить об истротечности дней тяжелых. И в том числе получили от Соломона совет о том, как наставлять ящику, о том, как наставлять человека, который возрастает во взрослую жизнь. На этом чтение 11 главы мы заканчиваем. И в следующий раз будем читать заключительную главу книги «Экклесиаста». 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 «Экклесиаста».